Дорогие друзья, из-за увеличения работы мы переносим обучение на третьем потоке школы регрессивного гипноза ARGO-VP2 на февраль 2023 года. Приглашаем на обучение всех тех, кто проходил у нас чистки, биополе и встречи с кураторами, а также учителями или своим Высшим Я. Количество мест в группе ограничено, после обучения будет один месяц практики. По вопросам обучения в школе обращайтесь к нашему администратору Ольге. Контакт Ольги стоит в описании к этому видео. Все стало на свои места. Я замуровал свою божественную суть от разные игры горы и цивилизации. И сегодня мы это закончили. И сегодня я приобрела ее назад. И я благодарю вас за это. Во благо. Хорошо, Игорь, у нас остались 10 вопросов к вашему куратору, скорее всего другу, так как вы ангел, ангельская душа. И мы сейчас будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя, а учат друга Игоря. Он говорит, я знаю, кто это будет. Кто? Подруга. Алина. Подождем, посмотрим. Ну, это девушка, она смеется. Снимается все маски и голограммы. Фантом присеет перед тобой в первом данном виде. Согласно своему эфирному коду ДНК, мы приветствуем куратора Игоря. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую вас. Ангела. Я считаю, это просто замечательно. Вы не представляете, что это и я, как его друг, ответственный за его воплощение на Земле. Это был наш уговор до его воплощения. И он согласился добровольно на этот опыт? Нет, он согласился на то, что я буду присутствовать в его жизни в роли друга. Замечательно, уважаемая Алина. Благодарю вас. Если вы позволите, 10 вопросов. Это я благодарю вас. Это наша работа. Извините, что перебила. Нет, это наша работа. Мы с удовольствием делаем. Меня просто удивило один случай. Ему еще подсказка, скорее всего, от вас и пришла. Насчет того, что ему нужно будет еще вернуть свои частички души с силой своего намерения. Из этой копии, которую Грей украли и сделали из него кого-то, кто работает в другой галактике. Там нет частичек души. Нет. Биоматериал. Биоматериал. Понятно. То есть это вы считаете, не будет для него как-то... Частички души он спрятал. Молодец. То, что он называл в педлями ангела. Ах, вот как. Именно так. А что он себя назвал падшим ангелом? Меня это удивило. Это связано с его негативом. Все. Накопленным в поисках себя. Благодарю вас. Давайте, Алина, тогда шаг за шагом разбираться. Я вам буду задавать вопрос точно так, как он написан. Когда вы закончите, вы скажите, я закончила, чтобы я вас не перебивал, и вы смогли спокойно закончить свою мысль. Я постараюсь. Благодарю вас. Итак, первый вопрос. Из какого места Вселенной пришла моя душа на эту планету? Ангельская душа, проходящая опыт на планете Земля. Это не первый твой опыт на планете Земля. Но слишком много информации из разных источников за всю свою жизнь в биологическом теле ты насобирал. Это трудно, когда не помнишь, кто ты есть. Ты не можешь отторгать негатив. Ты не можешь отторгать неправильную информацию, так как ты не чувствуешь ее своей душой и сердцем. Зная, кто ты, ты можешь четко определять правильность и неправильность информации. Как там нужно сказать? Я закончила. Я закончила. Благодарю вас, да. Благодарю вас, уважаемая Алина. Здесь вопросов нет. Я перехожу ко второму вопросу. Это его вопрос. Сколько раз забирали меня в ТКП? Тайные космические программы в этом воплощении. А забирали твой биоробот? Это вопрос или ответ? Секунду. Я анализирую. Давайте остановимся на этом. Забирали его биоробот, да? Один раз, да. Один раз. Хорошо. Третий вопрос. Сколько у меня альтеров в тайных космических программах? Так как забирали тебя один раз. Был один альтер. Благодарю вас. Сейчас его нет. И еще минутку. В одном из своих воплощений ты жил в Лемурии. Несомненно, там остался альтер, в который ты можешь попадать, перемещаясь туда и получая определенные знания и информацию. Это твой альтер, в котором ты можешь находиться в теле Лемуриица в определенной зоне и возвращаться в свое тело. Альтер, я понимаю, это биоробот какого-то плана, да? Или копия? Какого-то плана. Это биоробот, в котором можно находиться, перемещая свое сознание. Сознание, да. Если его биоробот на Лемурии, он может практически сила своего намерения переместиться в эту и пережить там какие-то события. Я правильно понимаю? Подчеркнуть информацию и знания. Подчеркнуть информацию и знания. Замечательно. Если бы еще знать, где Лемурия находится, было бы вообще отлично. Благодарю вас, уважаемая Алина. Можем дальше продолжать? Да. Четвертый вопрос. Что мне нужно сделать, чтобы выйти на контакт с Высшим Я? Это элементарно. Для начала нужно попросить свое Высшее Я об этом контакте, сказать, что я готов. А вот здесь могут возникнуть очень много нежелаемых подключек. Твое Высшее Я находится на 11-м ангельском уровне. И многие хотели бы подключиться к этим энергиям. Но телепатическая связь со своим Высшим Я всегда возможна. Мы тоже всем рекомендуем, уважаемая Алина, сначала выходить на контакт со своим куратором. Потому что то место, где находится Высшее Я, люди пытаются подниматься, не имея защиты. Они практически все попадают в голограмму. А информация телепатическая в этом плане будет, конечно, безусловно, для него надежней. Если задавать, может быть, короткие вопросы Высшему Я. Этот контакт, его невозможно ни с чем перепутать. Но для этого надо выполнить определенные условия. Сначала войти в это состояние, возможно, с которым можно общаться. Совершенно верно, ты все правильно говоришь. И спасибо тебе за совет связаться с Куратором. Для начала, но вопрос был, как связаться с Высшим Я. Вы абсолютно правы, Алина. Но я должен был просто дать дополнительную... Предостеречь. Предостеречь это в его интересах, чтобы он сейчас не начал пытаться с Высшим Я. И мы опять найдем этих всех интерферентов в его биополе. По чуть-чуть надо начинать, зная, что ты делаешь точно, а не на... А вдруг получится, а вдруг не получится. Именно так. Ангельский свет, который находится внутри него, ни с чем не спутаешь. Поэтому, посещая уровень Высшим Я, находишься в определенной эйфории, где есть слезы... Радости. ...и много энергии. Слезы радости, да. Проходили это, поэтому можем только из своего опыта это подтвердить. Благодарю вас, Алина. Вы хотели добавить что-то еще? Нет. Идем тогда дальше. Переходим к пятому вопросу. Сколько кармических узлов у меня было и осталось пройти в этом воплощении? Было четыре кармических узла. Судя по тому, как ты впитываешь в себя разную информацию, будет еще три. Может, остановишься на двух. Вы закончили? Да. Благодарю вас. Идем дальше. Шестой вопрос. Какой наибольший процент в моем физическом теле от космических рас? В твоем физическом теле нет примесей от космических рас, так как твое физическое тело было полностью создано космическими расами, богами и многими другими экспериментами. Биоробот был модернизирован, усовершенствован и наоборот регрессировал в какой-то степени. Но в целом он работает как часы. Каждый орган отвечает за свое дело. И в целом, если есть гармония, биоробот может прожить долгую жизнь. Я имею в виду биоритмах Земли. Поэтому я не могу сказать, какой процент интерферентов в твоем биороботе. Это стандарт, который присутствует сейчас на Земле. Благодарю. Благодарю вас за этот ответ, Алина. Если позволите, я буду переходить к седьмому вопросу. Пожалуйста. Какие условия контракта были перед моим настоящим воплощением? Контракта с кем? Он уверен, что с ним кто-то заключал контракт перед его воплощением. У нас там был один контракт, который мы аннулировали. Он выскочил абсолютно случайно. По-моему, да, Вера? У нас там был какой-то контракт? Или это был вот этот шар с его уверенностью? Не помнишь? Я объясню. Пожалуйста. Я бы не назвала это контракт. Вам более подходит слово «судьба», которое вы прописываете на свое воплощение. И ставите задачи по прохождению. Программа? Именно так. Но это все добровольно. Иногда вы отходите от программы. Иногда вы тормозите. Иногда вы идете назад. Но после какого-то времени все равно возвращаетесь и стараетесь продолжить эту программу. Здесь уже это наша работа. Суть этой программы в том, что душа учится новому, неизведанному, принимая, получая, делая ошибки и идя дальше по пути осознанности. Осознанность только опыта можно получить. Иначе никак. Попасть в ситуацию, выйти из нее, решить правильно все. Только так мы растем. Теория без практики тоже ничего не даст. Здесь нужно все. Для этого мы пришли получать опыт. Я хотела бы добавить по этому вопросу. Пожалуйста. Раз такой вопрос возник, значит, где-то в уме стоит слово программа. Все, что было сделано, запрограммировано. Запрограммирована жизнь на определенный путь. Это неправильно, душа многогранна. И у души есть свой свет. А также на земле этот свет сочетается с чувствами и эмоциями. Эмоции, они важны для землян. Поэтому такие эмоции, как радость, любовь, счастье, позитивные, веселые, настроения, очень важны для землянина. Программа, которая стоит в голове, перечеркнула все это чувства и настроение. Уберите слово программа из своей головы. Иначе мы себя в рамки ставим какие-то. Именно так ограничиваете себя. Да, сами преуменьшаем это все до одного-двух вариантов. И как раз самого интересного мы сами себя лишаем. Если вы позитивны, добры, счастливы и уверены, вы интуитивно связаны со своими кураторами, учителями, друзьями. И вы интуитивно видите все знаки, слышите и найдете правильный путь. Восьмой вопрос. Всю жизнь ищу родственные души и хотел найти душу в образе жены, друзей или учителей. Но я, наверное, был невнимателен. Мне уже 60 лет. Встречу ли я родственные души в этом воплощении? Обязательно встретишь, если не будешь забывать про все эмоции, которые я перечислила выше, а также про свой стержень и мощные энергии, которые внутри тебя. наполняя их радостью и даря, я бы не сказала даря, светя, излучая эту мощь. Излучая, правильно будет, да. Я сейчас объясню, почему. Излучая мощь, это значит, ты защищен. Твои энергии, они мощные и упругие. Если же ты мягок и даришь своей энергии, их легко завоевать и наполнить негативом. Это разница. А еще их легко украсть. Это такие энергии. Поэтому в таком случае, может быть, еще такой совет дать правильно, это защищать свои родные энергии. А излучая эти свои родные энергии, он может притянуть к себе тех, кого он ищет. Например, родственную душу. Потому что они почувствуют эти энергии. Именно это я имела в виду. Эти энергии определяют, обладают определенными вибрациями. И вкладывая в них чувство мощи доброты и защищенности вместе с уверенностью и напором. Намерение правильные души притянутся. А здесь произошла подмена понятий. Многие на Земле считают, что если тебя ударили по одной щеке, нужно подставить вторую. Вы неправильно понимаете это из речения. Оно означает, что если тебя ударили, не надо падать. Ударили, я не имею в виду в прямом смысле, что тебя побили. Ударить можно словом, действием, невниманием, много чем. Так вот, если вы получили какой-то удар негатива от кого-то, это не значит, что вы должны падать до его уровня и отвечать негативам. Это значит, что вы должны оставаться на своей уровне своих вибраций, не спускаться вниз, отвечая тем же или соглашаясь. В этом случае, игнорируя низкие вибрации, это самое лучшее, что вы можете сделать. Вы укрепитесь в своих вибрациях и уверенности. Тот же, кто бы хотел послать вам негатив, будет выходить из тебя. Как вы это называете? Да, так и есть. Я закончила. Благодарю вас за этот очень интересный ответ, уважаемая Алина. Я перехожу к девятому вопросу. Девятый вопрос. Кто я был в прошлом воплощении? Не могли бы вы посмотреть в архивах? Могла бы. Ты был последователь. Иисуса Христа. Территория Израиля. Нести с другими последователями. Ты передвигался из деревни в деревню, из города в город. Переживал гонения и распространял христианскую веру. Какие это года? Это 2034 год. 2034. Прошу прощения, 234. 234 год после Мессии, после Иисуса Христа. Нашей эрой мы это называем. Да. Понятно. Интересно как. Благодарю вас. Еще что-то, какая-то информация по той жизни? Ценная, если есть, для его развития в этой жизни. Давно его не было на земле. Я лишь хочу, секунду, рассматривая полностью жизнь, я вижу, что в конце своей жизни он засомневался в учении, которое нес, так как люди понимали его по-другому. Разочаровался. Разочаровался в происходящем. Получил сомнение, которое перенес в это воплощение. Генетическая память, да? Совершенно верно. Да. Этого не избежать, если случаются определенные вещи. Ну что ж, если он об этом теперь знает, и мы с этой ситуацией опять столкнулись. Это не было прошлое воплощение, это было одно из прошлых жизней. Понятно, меня просто удивило. 2034-2022 год. Видимо, это открылось для того, чтобы объяснить ему его сомнения. Так это можно даже сказать, что он не первую жизнь живет с этими сомнениями, если они до сих пор присутствуют в его жизни. На генетической памяти, на уровне. Именно так. Самое главное было сказано. Благодарю вас, уважаемая Алина. Позволите переходить к десятому вопросу? Пожалуйста. Десятый вопрос – это ситуация. Для него очень важная, и он ее описал буквально чуть больше, чем обычный вопрос. Итак, у меня был в течение часа телепатический контакт с существом, о котором я хочу узнать. Это было около пяти лет назад. Я обратился к Богу, чтобы Он забрал меня с этой планеты, потому что жить здесь мне не для кого и не для чего. Я был тогда служителем христианской церкви протестантского направления. Вдруг я услышал в своей голове голос, который мне предложил, чтобы я жил ради него. Я был крайне удивлен и сразу подумал, как примерный христианин, что это был голос Иисуса Христа и дал свое согласие. Он мне многое сказал и обратил внимание на свое отношение к людям. Многое я забыл из того разговора и ничего сразу не записал, потому что думал, что наш диалог продолжится, но этого не произошло. Я его не спросил, кто он, а он сам не представился. Кто эта сущность? Спасибо, что называете меня сущностью. Это был диалог со мной. Его состояние было изменено. Изменено из-за его состояния стресса. Таким образом он смог, не он, я смогла достучаться до него. Алина, я прошу прощения, это неловко получилось. Меня тоже удивила сущность слова, но спросил бы, кто это был. Хорошо, значит это вы были и вы достучались до него таким образом. А почему диалог прервался? Потому что он вышел из этого состояния и перекрыл своим этим негативом. Открытый, открытый канал. Перестал слышать. Все понятно. Мало того, он не обращает многие знаки, которые я посылаю. И 100% он видит 30. Это очень мало. А настолько знаков окружает, когда ты в состоянии их понимать и читать, и подтверждение твоих мыслей, и информации. И вот эти маленькие в кавычках случайности, они только идут через эти знаки. Если человек их не видит, он просто лишается, ну я не знаю, ну огромной части жизни, причем такой части, которая очень интересна. И всему я полагаю, скорее всего, вот эта блокада была, да, сомнений. Вы забываете, что в первую очередь вы чистые души. Да. Я бы сказала божественные, чтобы было понятнее. Это самое распространенное название. Вы хотели еще что-то добавить по этому десятому пункту? Вы, в принципе, ответили уже. Нет, я сказала все, даже больше. Уважаемая Алина, я благодарю вас от имени вашего подопечного Игоря, от меня лично и от Веры, за то, что вы пришли к нам, за то, что вы для своего подопечного ответили на эти вопросы. Я думаю, эти вопросы, которые его 60 лет мучили, наконец-то он получил на многие из них ответы. Если бы вы хотели сейчас активировать его стержень или сказать, добавить от себя лично что-то, это был бы самый лучший момент. А его стержень активирован, вы можете видеть эту мощь, исходящую из груди, свет и уверенность. Я лишь хотела бы взять Игоря за руки, чтобы он почувствовал моей энергией тепло и перестал сомневаться в существовании положительных, как он сказал, существ. Сущностей. Сущностей. Не всё, не всё, что он видит и слышит, отрицательное, но он вкидывает именно это, забывая, что он – это душа, чистая, яркая, светлая, защищённая ангельскими энергиями. Благодарю. Я закончила. Благодарю. Мы спрашиваем уважаемую Алину, будет ли она так любезна принять этот скромный подарок в знак благодарности за эту встречу, на добрые воспоминания. Это замечательный подарок, и мне очень приятно и неожиданно. Я с благодарностью приму этот подарок. Передавайте привет ангельскому миру. Всех, до кого достучатся кураторы, добро пожаловать. Кому достучитесь, мы всем поможем. И откроем эти двери. Которые так люди… Несомненно. Замечательно. Я не говорю прощайте, уважаемая Алина. Я говорю до скорых встреч. Всего вам наилучшего, высоких и чистых энергий. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо, отлично, мы закончили. Игорь, как вы себя чувствуете после встречи с вашим куратором, с вашим другом Алиной? Вы получили все ответы на все свои вопросы. Много подумать нужно. Я в замешательстве, радости. И эти энергии внутри меня, они переполняют уверенностью и мощью. Это новое состояние, мне нужно прочувствовать и укрепиться в нем. О, да. И еще пересмотреть, возможно, свои поступки, свою жизнь, свои реакции, свои эмоции. И, может быть, пару раз… Много работы. Много работы. Но у вас все получится. Теперь, когда вы уже знаете, кто вы, у вас все наладится. В всяком случае, так нам сказал куратор, да и мы в этом не сомневаемся. Энергия, вы заправлены, крылья у вас есть, защита у вас есть, интерферента у вас больше нет, ваш стержень мы вернули назад, контракты все аннулированные, вы чистый, свободный человек. И будем возвращать вас назад сейчас, в ваш биоробот, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Игоря в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой из виленки головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаясь от объекта и поднимаясь в свою комнату диагностики. Один, два, три, пошел подъем. Я на месте.